Всем добрый день! Завраженов Илья, замдиректора компании ЗАФАГРА, селекционно-семеноводческой компании. Находимся мы в Краснодаре, в станице Новотитровской. Деятельность мы уже ведем с 2008 года, начали селекцию. Компания зарегистрирована не очень давно, 5 лет назад. Но до этого мы занимались селекцией семеноводца. С 2020 года мы уже непосредственно закладываем участки гибридизации и выращиваем свои семена, и реализуем на всей территории России. В нашем портфеле уже существуют гибриды, которые зарегистрированы на территории России. Это три гибрида на сегодняшний день. Куба, Валентина, Мария. Еще четыре находятся уже на втором году испытаний, госсорткомиссии. И предполагаем, что в этом году уже тоже будут включены в госсортреестр. Можно дальше слайд? Вот это я даст? И вот на данном слайде показана наша тенденция, нашей компании, как мы развивались. В 2020 году мы начали свою деятельность, буквально 40 гектар участка гибридизации. Постепенно наращивая свои объемы. И вот в 2024 году уже планируется более 3000 гектар участков гибридизации по всей России. И также, помимо этого, мы проводим исследовательские испытания различные. Мы построили свой собственный фитотрон. И вот в этих лабораторных условиях мы испытываем подсолнечник на такие условия, как заразиха, устойчивость к фомопсису, засухе, полиганию, содержание масличной подсолнечника. Также мы сейчас совместно с научно-исследовательским институтом биотехнологии в Москве будем внедрять в себе такую тенденцию, сейчас как идет спидбридинг, ну, ускоренная селекция, при котором возможно получить в год 5-6 урожаев подсолнечника. Это ускоренная селекция, при которой мы можем качественно двинуться вперед. Компания «Азофагра» также предлагает своим клиентам собственную технологию выращивания подсолнечника. Она включает в себя, могу подробнее вам рассказать, если интересно, нацелена на то, чтобы использовать отечественные препараты и производители, даже локальных производителей, которые находятся на юге. Буквально у нас своя технология, мы проводим от начала и до конца наших клиентов, ведем, также используем ее на наших полностью участках гибридизации, в которых мы получаем отличный результат, даже семеноводстве от полторы до двух тонн, уже после первичной очистки, что является очень отличным результатом, даже не по товарным подсолнечнику, не говоря уже о семеноводстве. Прежде всего, наши гибриды, если так кратко рассказать, мы направлены на то, чтобы в селекции наустойчивость к изменениям погодных условий, такие как засуха, полегания. И в 2020 году как раз наши гибриды показали отличные результаты по сравнению с иностранными гибридами, даже таких крупных компаний, как Сингент, еще Пионер на рынке был, в условиях хозяйств, холдингов. По сравнению с ними наши гибриды получали на, примерно, даже до десятка центнеров больше. И масличность была, у нас масличность ниже 48%, вообще мало где бывает такое. Хотя в те годы, в 2020 году, например, иностранные гибриды получали масличность 40%, 42%. Это в условиях Краснодарского края, где мы находимся. Ну вот, можно посмотреть даже нашу географию уже. Где мы продаем практически уже от Крыма до Алтая. И участки гибридизации у нас находятся. В прошлом году у нас уже участки гибридизации были даже в условиях по Волжье, где мы тоже получили хорошие результаты. И в этом году будем уже реализовывать семена по всей России. Кратко пройдусь по нашим гибридам. Куба – это наш первый, самый первый гибрид, который был зарегистрирован еще в 2018 году. Это как бы наш флагман. Самый устойчивый, самый стабильный гибрид, который показывает по всей России отличные результаты. Закладывается он, и он и по госсорткомиссии показал свои результаты. Сразу был зарегистрирован практически во всех регионах, высеваемых в России. Валентина гибрид – это близкородственный кубе гибрид, но устойчивость, более устойчивый уже к заразихе. Сейчас общая тенденция идет к тому, что заразиха, где раньше ее не было в каких регионах, продолжает распространяться дальше. Все дальше и дальше получаются новые расы. Это общая такая уже, наверное, скоро будет общероссийская беда. Мы ведем как раз в наших теплицах, в тепличных условиях, очень делаем на это усилие, на устойчивость как раз к заразихе. Методика, она у нас, насколько мне известно, в России, разработана в НИИМКОМ Краснодарским, профессором Антоновой. Ну, кратко если сказать, насыщается грунт семенами заразихи, и уже по этому последствиям дальше смотрят устойчивость гибридов. И третий наш гибрид, который сейчас на данный момент зарегистрирован, это Мария. Мария гибридом является по технологии клеофилд, устойчивый также к семи расам заразихи, засухоустойчивый. Также распространяется уже во всех практически регионах, он высевается. Очень отличный стабильный гибрид. Ну, и в завершение могу сказать, что мы, как бы, селекционная семенауческая фирма, мы свой упор делаем на исследования больше, на науку. Но, как бы, имеем прямые продажи, но это не очень. Мы хотим от них отойти все-таки, посредством уже дистрибьюторов организовать продажи, а самим сделать упор на науку, как раз на новые разработки, которые сейчас очень... У нас искусственный интеллект уже внедряется во все это, в селекцию особенно. Посредством этом мы вот делаем упор, и мы вот, думаю, в будущем уже наша селекция, может, просто иностранная селекция нам не нужна будет. Может, полностью отличные гибриды будем свои выращивать, и будем обеспечивать полностью Россию своими семенами. Спасибо всем. Илья Владимирович, а скажите, спрос на отечественные семена подсолнечника вырос сейчас во связи с уходом некоторых западных компаний? Или он на том же уровне, вот по своей компании, как вы видите? Спрос, может быть, и есть на иностранные компании, зарубежные семена, но их просто нет в наличии. Посредством этом, конечно, вступают в дело семинары российской отечественной селекции. Да, выросли и продажи, выросли там кратно, не буду говорить во сколько, у каждой компании по-разному, наверное, скорее всего. Нет, по вашей. По вашей? Ну, мы выросли, наверное, раза в три-четыре. Это за минувший год? Да, это за год только. Это только за год. А, это интересно, объемы выросли. А скажите, вот обеспеченность семенами. Вот предсказывали, что будет дефицит семян, и нечем будет засевать площади. Вот этого нет? У вас запас семян по вашей компании? И сейчас имеется? И сейчас, и семена имеются, и мы заблаговременно смотрим в будущее. У нас родительских форм мы предусмотрели на даже года три вперед. То есть, если даже мы в этом году, в следующем году не сможем по каким-то, не знаю, каким-то глобальным даже причинам заложить размножение родительских линий, мы все равно сможем вырастить семена. Еще года три давать отличные объемы. В этом году уже у нас более 100 тысяч пассивных единиц мы произведем нашей селекции именно. Ну, мы не сами, посредством партнеров, компаньонов. В следующем году мы уже удвоимся, даже утроимся. Наверное, это около будет 250 тысяч пассивных единиц произведем именно нашей селекции, нашей компании. Вы назвали агросопровождение. Оно за дополнительную плату? Можете сказать чуть-чуть? Нет, это не за дополнительную плату. Это просто комплекс мероприятий, которые мы сами на себе проверили уже отлично, уже не первый год, посредством которых можно получить хороший результат. Мы можем порекомендовать препараты производителей, непосредственно напрямую вывести товаропроизводителей, сельхоз на этих производителей. Они практически все, кроме одного почвенного гербицида, все находятся в пределах юга, производители. Это агросопровождение, то есть это по телефону, да? Или вы выезжаете в хозяйство, если там возникают какие-то проблемы с выращиванием ваших гибридов? Мы, конечно, не везде можем выехать, потому что география, я уже повторюсь, у нас очень широкая, от Крыма до Алтая. Ну, в ближайшие, если возникают вопросы, где-то на территории, может, южно-федерального округа, мы можем сами, да, выехать, где-то подсказать что-то и посмотреть. В остальных регионах есть наши представители, наши партнеры, которые также выезжают, смотрят, да? Друзья, в зале есть вопросы? Да, пожалуйста, желательно представляться. Любашка Алексей, компания Астон. Вы показали на своем слайде, у вас с 20-го года по 23-й год пассивы, семеноводческие выросли с 40 гектар до 3000. Это в 2024-м планируется 3000? Планируется. Хорошо. Как в условиях такой популярности культуры, подсовывающей, одна из самых маржинальных, как реализуются у вас проблемы с пространственной изоляцией при обращении семенных участков? И ведется ли какие-то тесты на генетическую чистоту, когда вы производите свои семена? Я так понимаю, у вас есть договора с какими-то хозяйствами, где закладываются водительские формы и выращиваются гибриды. И вот самая большая проблема, на мой взгляд, это вот соблюсти пространственную изоляцию, и в итоге потом определить и определяется ли эта частота семян генетическая. Генетическая частота, есть уже, да, технологии. Исследовательский институт, сингенты, которые находятся в Воронеже, в городе Рамонь, мы там были, там, да, есть уже разработаны маркера, но их немного, они не все не могут, даже они не могут ни все проверить. Это самый, наверное, в России передовой институт такой. Генетическую чистоту, да, да, можно проверить, но не всего подсолнечника. Участки гибридизации у нас, да, мы работаем по семеноводству, в основном с крупными холдингами, у которых по 15-20 тысяч гектар земли. Да, да, у которых внутри, во-первых, у них с обменом севооборот, семь лет, как бы, на одном месте у них пасочник не произрастает. А во-вторых, они могут, да, обеспечить пространственную изоляцию, необходимую, да, участков гибридизации, да, от трех километров участки. Да, это очень большая проблема в России, найти такие участки. Ну, мы находим, потому что без этого никуда. А если не будет пространственной изоляции, не получится ни гибридов, ни семян. Ну, там получится, но это такое получится, что мы просто себе имя испортим, и все. Да, да, да. Такое алииновое, есть направление у вас? Да, ведем мы селекцию, мы подаем вот уже в Госфор комиссию еще несколько гибридов в этом году на испытания. Там как раз будет линейка высокоалииновых гибридов. Они по устойчивости к заразихе на каком уровне? Или они для пилдовских? Разные. И классическое направление, и подгербициды. А именно к заразихе? Устойчивость? Конечно, мы стремимся, как минимум, 7 раз заразихе устойчивое. Это у вас в следующем году? Это мы только подали. Нет, в следующем году они только будут в Госфортоиспытании, и мы будем тоже еще испытывать по всей России, у нас будут закладываться участки. Мы сейчас разработали целую систему по России своих посредством дистрибьюторов исследовательских участков, где будут высеваться семена не только наши, но и иностранной селекции, и наших, можно сказать, конкурентов. Эти участки будут присутствовать в каждом регионе. И туда могут приехать, это будет все максимально открыто, могут приехать товаропроизводители, оценить эти гибриды. И также договорились с госсорткомиссией, что мы совместно будем снимать с этих демо-участков результаты на масличность такая, опять же, на устойчивость этих семян, совместно выдавать результаты. А вот можно уточнить, то есть по участкам гибридизации вы будете работать в ближайшее время только с колдингами, и это связано с тем, что они способны обеспечить пространственную изоляцию. Так? В условиях юга практически, да, это холдинги, потому что крупные хозяйства таких, поясню, потому что на юге самые благоприятные условия для семеноводства. А в условиях юга найти частных фермеров, у которых даже 5000 земли гектара, это очень тяжело, очень сложно, которые соблюдают и севооборот, и готовы предоставить пространственную изоляцию. Поэтому, да, стараемся на юге, но в этом году уже опыт у нас был в Поволжье, Саратовской области. Мы на 100 гектарах земли вырастили подсолнечный гибрид классический. И все получилось отлично, хорошие семена, пассивные единицы, крупные. Ну вот, будем реализовывать, проверять в этом году всей России. Я хотела спросить, вот у вас в линейке есть и классические гибриды, и гибрид имя, Мария имя, правильно? Да, да. Понимаю, что Куба появилась раньше, чем Мария, но все-таки спрос, каким гибридам выше, классическим или технологичным? Сейчас тенденция идет такая, что, вот, например, крупные холдинги уходят уже от гербицидных обработок. Они используют классическую систему по известным причинам после действия этих всех гербицидов на последующих культурах. Но это не во всех регионах. Это могу сказать по поводу нашего юга, опять же, Краснодарского края. Так и агрокомплекс Качева там практически уже нет. Гербицидных обработок. Они закупают, да, гибриды эти, которые являются по технологии Экспресс, ими, но они просто их выращивают по классической системе. А если пойти дальше, в Поволжье, например, там, наоборот, на 90% спрос идет на семена с гербицидной обработкой. Они еще до этого не дошли, я не знаю почему, мы их уговариваем, объясняем им фермерам, крупным хозяйствам, но пока такая тенденция, что вот чем дальше в Россию, тем до них еще технологии не дошли. Понятно. И еще вопрос. Вот вы предлагаете схему конкретного обработка по силам своим клиентам. Не подсчитывали ли вы случайно, каковы прямые затраты на гектар при выращивании подсолнечника? Сейчас не могу вам сказать, ну, препараты, которые я тебе предлагаю, они там вообще не самые дешевые, но одни из самых недорогих. То, что я могу сказать, что это очень рентабельная схема. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok